Оказывается, Россия для бедных. Мы правильно понимаем? Россия остается исключительно для бедных людей. Или Россия это страна обнищавших людей. Правильно будет так сказать? Ну, пока они не очень обнищали, но я думаю, что все впереди. Потому что истинное значение этих санкций и их эффект станут, понятно, через несколько месяцев. А может быть даже до конца и через год. И вообще это может быть такое уже движение по принципу домино. Будут обрушиваться части экономики, рушить соседние, с которыми они связаны. Короче говоря, да, русских людей ждет серьезное-серьезное обнищание, падение уровня жизни. Недостаточно катастрофическое, может быть, для того, чтобы государство просто рухнуло. Оно, наверное, может теоретически устоять. Но ничего хорошего до конца жизни их, в общем-то, не ждет. Скажите, пожалуйста, господин Настальский, а насколько вероятна перспектива? Сегодня за границу может выехать ограниченное количество валюты. Население пока что может выехать. Главное, чтобы их принимала принимающая сторона и было на чем это сделать. А какие шансы, что государство, путинское нынешнее государство, будет ограничивать выезд за границу? О, я думаю, что шансы очень большие. Вот из последней речи Путина ясно, что он собирается всерьез возрождать сталинизм в стране. ГУЛАГ, враги народа, пятая колонна, видимо, лагеря будут. Ну и уж какие тут выезды. Конечно, никаких выездов, наверное, тогда не будет. Как в советское время. Знаете, в паспорте надо было ставить советскую выездную визу. Выезд до, она называлась. И их эти выезды очень тяжело, эти визы ставили. Поэтому гордились ими люди. О, я получил советскую визу. Это гораздо было сложнее, чем иностранную получить. Ну вот, будет, наверное, что-то в этом роде. Или даже хуже. Я думаю, что все-таки в советское позднее время довольно много людей ездили, и как туристы, и особенно в командировки. Но вот я не думаю, что это будет в ближайшие годы происходить. Так, а они куди будут текать, россияне? Куди, чи від чого? О, это меня больше цікавит. Им все равно куди текать, тем, кто собирается втекти? Чи им будут выбирать из того невеликого перелику стран, куди можно втекти, включая Эритрею? Ну, Эритрея это фашистское государство, что там им ловить, я не знаю, нечего совершенно. Но будут бежать куда смогут, вот там, в Турцию. Другое дело, захочет ли Турция их принимать, наверное, они смогут по туристической какой-то визе, которую в аэропорту ставят там жить некоторое время, но это же недолго. А потом им надо будет все равно возвращаться назад, никто их не примет, кроме тех, кто будет признан политическими беженцами, а таких все-таки будет, я думаю, меньшинство, потому что я не думаю, что Запад готов принимать прям толпы российских беженцов. Надо, в первую очередь, помогать украинским. Ну, они не беженцами, слухайте, вони абсолютно комфортно себе почували 100-500 тисяч років в Росії, нормально собі голосували або не голосували, виходили на мітинги або не виходили на мітинги, писали коменти на підтримку «Путін молодец» або не писали. Ну, в принципе, це зараз абсолютно рівна історія про те, що, знаєте, є в кримінальному кодексі, ну, принаймні, в українському, не знаю щодо російського, виправте мене, є бездіяльність, і кримінальне покарання за бездіяльність є також в кодексі. Тобто, якщо людина бачить, що вбивають іншу людину і вдягає наушники і проходить повз, за це є кримінальне покарання. В російському кодексі таке саме є? Ну, что-то похожее тоже есть. Я не берусь сейчас точно цитировать, но, по крайней мере, я понимаю вашу мысль. Конечно, я совсем не собираюсь защищать здесь российское население, хотя, конечно, степень вот этого зомбирования в течение 20 лет, продолжавшогося гипноза из телевизионного ящика, тоже, в общем, честно говоря, я вот даже с британскими, с английскими своими близкими друзями спорю на эту тему и говорю, а вы, англичане, уверены, что если бы вот вас бы не взять и не посадить под такое облучение ежедневное в течение 20 лет, что вы все бы сохранили рассудки свои и по-прежнему критическое отношение к власти и так далее. Кто-то бы сохранил, у англичан это давняя традиция нонконформизма, но очень многие бы, и, наверное, большинство тоже бы вообще поехало рассудком, потому что то, что происходит с русскими, это просто безумие. Я все-таки ведь родился и вырос в России, я 30 лет живу в Англии, да, но все-таки корни у меня там, я просто не понимаю, как люди могут вот одобрять побоище, как они могут одобрять войну. В моем детстве, в Брежневские даже времена, война была вообще с сакрально запретным словом, что угодно, лишь бы не было войны. И вдруг вот они там чуть ли не гордятся этой войной, понимаете, это же безумие в буквальном смысле слова. Они сошли с ума. А знаете, почему, господин Астальский, вы не понимаете, у меня тут вот мысль родилась, потому что вы как раз-таки 30 лет не живете в России. Ну вот поэтому, наверное, и не понимаете, как мы, собственно, тоже не понимаем, потому что мы, слава богу, в России не живем. Субтитры создавал DimaTorzok